Вот, если мы исключили этих три составляющих, то есть анатомическая, физическая, психологическая, ну, что ж, тогда просто работать над этим. Но обычно мы куда-то допопадём, то есть или есть проблема, если это дефект речи, это обязательно будет, или скорее всего будет проблема, вот, где-то во рту, это язык, либо челюсти, либо зубы, то есть что-то вот здесь. Вот, если это заикание, это либо испуг, то есть психология, либо это травма головы, либо бывает у детей эпилепсия. Вот, но эпилепсия бывает неявная. Она может выражать, она, сама эпилепсия, это такое заболевание, когда вот связь между отделами мозга, она начинает, она нарушается, вот, и происходит какое-то, ну, скажем так, такими словами, короткое замыкание, вот. И человека, как бы у нас, ну, мы знаем, что начинает там или трясти, или вот конвульсии, вот такое, да, но это не всегда так. То есть бывает эпилепсия, это когда человек, вот он сидит, и он впадает в сон, вот хлоп, и засыпает. То есть это считается тоже определённый эпилептический припадок. Когда зрачки начинают дёргаться глаза, это тоже определённый вид эпилептического припадка. И вот заикание, это тоже может свидетельствовать также о проблемах вот с эпилепсией. Это, конечно, не всегда, я тут как бы не говорю, что это так, и в каждом конкретном случае, или там, но бывает. То есть нельзя этого отрицать, что такое бывает, и если, допустим, не получается убрать слогопеда, не получается убрать чем-то там, то, конечно, нужно выяснять, почему. Вот так вот. Ну, а теперь к вопросу о том, как это, то есть вокал, да? У меня лично была травма головы, был испуг сильный, вот, который повлиял на мою способность, так сказать, вот, плавно говорить. Вот сейчас я говорю более, вот, практически не заикаясь, но бывает. Вот иногда бывает у меня так, так что-то, вот, как калимонёр такая, вот, так смачно. Вот, меня это, конечно, раньше очень напрягало, я очень стрессовал по этому поводу, но сейчас уже к этому не то, что привык, а просто знаю, как от этого избавиться. Вот, с дефектами речи тоже я столкнулся, вот, собственно, с картавостью. Ну, не знаю, почему она у меня появилась, потому что р, я говорю, вот, уздечка у меня в порядке, зубы у меня все ровные, то есть никаких дефектов нет. Не знаю, скорее всего, просто не научен, либо как-то так вот, ну, так получилось. Логопед мне не помог, вот, я занимался с логопедом два года, не помог мне логопед, ни с буквой «Р», ни с заиканием. То есть это, я всё, да, читал, всё, делал это сам. Может, конечно, дело в логопеде, может, дело во мне тоже было, как в ребёнке, что я не хотел, я не знаю. Но, в общем-то, рыба, да, помнишь этот фильм? Да, рыба, рыба, ага, да, ну, достигли этого самостоятельно. Вот, значит, вокал при заикании. Когда мы поём, мы заикаться не можем. Почему? Потому что у нас идёт плавный выдох. Что такое, в принципе, заикание? Заикание – это, скажем, спазм мускулатуры, вот, либо язык спазмируется, либо дыхание. И мы, получается, идёт зацикление, то есть на чём-то, вот, и мы не можем из этого цикла выйти. Вот, то есть это фактически спазм, вот, который может подаваться либо с мозга сюда, вот, либо это от испуга, опять же, с мозга сюда, вот, либо это тоже может быть и привычкой, то есть тоже плохой привычкой, вот, да. Но я, но это всегда обычно, вот, остановка дыхания и зацикливание. Вот, вокал от этого, конечно же, избавляет. Вот, мы поём, это всё, дыхание у нас выходит плавно, этот процесс полностью избавляет от заикания. Поэтому петь при заикании – это очень даже, очень даже хорошо, полезно. Вот, и, в принципе, если я, как я сам занимался, я, вот, если у меня какое-то слово или какие-то гласные, вот, были, на которых я начинал заикаться, я просто начинал их пропивать, ну, так сказать, вот, или вот длинно так вот проговаривать, чтобы, вот, вот, длинно и всё. Вот, не спеша каждую гласную, чтобы следить за дыханием, вот, следить за тем, вот, за плавностью, вот и всё. То есть, это помогает. Вот, обычно дети, обычно дети, которые, вот, заикаются, они куда-то спешат. Вот они, я очень много тоже встречал на детей, которые, и что-то хотят быстро сказать, вот, свою мысль, втыкнуть её, вот, какой-то вот маленький промежуток времени и начинают заикаться. Хотя, они, в принципе, не заикаются, они, вот, у них просто останавливается дыхание, и они начинают заикаться. И это приводит к чему? Это приводит просто к привычке. Вот, это, то есть, это заикание, так, да, он привык. Вот, то есть, это, здесь нет никакой, никакого дефекта ни с мозгом связанного, ни... Это просто привычка. Какая привычка? Здесь, да, здесь можно, вот, опять же, да, не спеша проговаривать, то есть, даже не проговаривая, а как бы пропевая. Вот, и всё. Это сначала кажется немножко странным, но потом, привыкнув к этому, мы, как бы, можем даже не спеша, довольно властно выражать свои мысли. Вот, и ставя акценты там, где нужно, мы можем также таким способом воздействовать на людей. Очень много людей, кстати, известных, я больше скажу, известных ораторов раньше в детстве имели большие проблемы либо с дикцией, либо с заиканием. Очень, да, есть. И они почему стали известными? Потому что они занимались вот именно своим дефектом, и они достигли того совершенства, занятием. Вот что стали ораторами. Ну вот. Всем известно, что один из, вот, вот, есть даже такой фильм о великобританском принце Заике. Вот. Это же исторический факт, что он заикался, он занимался, и он не мог даже пару слов сказать без заикания, и он боялся, он стыдился этого, чтобы выйти на публику, и, ну, страшно было. Но он, ну, все-таки достиг совершенства. Все. То есть, в принципе, это все решаемо.